И колени УАН разрешены. Ридер не хочет вставать, по-моему, да? Удиспутен, one middleweight, and light heavyweight, and heavyweight MMA champion of the world, Анатолий Милкин! Анатолий Милкин! Анатолий Милкин! Мы до конца идем всегда! Следи в силу! Узбас! Роню Путину, Волика Саухам, Оперателю нашему огромное спасибо! Шишки дайте, Саня Месоев! Вот идите мне в клубу! Господь! 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 Ж�cedли на Биганке get checkers! Дельфина Вот это, я хочу! Южно-на settlers Гри LT В ини же К attendского Моя жена, Анита, в свое время продала все вещи, какие у нас были, я не получал за все ничего. Мы поехали за мечтой в Таиланд. Это трудно поверить, что у нас получилось. Да, трудно поверить. Это трудно поверить, что вместе с моей женой, когда я начну эту мечту, мы moved в Таиланд. Она была человеком, которая знала все, что она знала, что она верила в меня, она верила в наш мечт. Пати, поедем мы на пати. Братик, пиздец, что сотворили. Толь, сейчас можешь с уверенностью сказать, что это был самый тяжелый бой? Да, братик, каждый бой тяжелый. Сэнки, каждый бой тяжелый, сомишкой. Знаешь, этот бой, я на этот бой настраивался, я тебе говорил, как, чтобы дать людям шоу. И я вышел туда просто, просто идти рисковать, понял, как в уличной драке, что нравится людям. Людям не нравится отточенность. Поэтому до меня бои были, ты сам видел. Один закончился быстро. На один красная карточка. Я понимал, что пришли люди, что мистер Чатрис, ну, надо делать, братик, надо делать, рисковать надо. Надо идти, выходить, где-то получить, где-то дать. Ну, я думаю, что... Братик, я сейчас сказал до этого, идем делать шоу. Мы не идем выигрывать бой, мы идем дать людям шоу. Мы работаем, братик, в медиасфере. Мы должны давать людям шоу, чтобы люди вскакивали. Вау, он поплыл, вау, он нутали по ноге. И они, что вы, братик, вы ж ты сказали, ебать. Ничего себе, блядь, газанули там, пацаны. Ты первый раз был в ноддауне, нет? Ну, я в ноддауне, чуть-чуть, ну, там, доли секундочки, чуть потемнело. Ебать. Попал в територ. Так, чик, кайфанул. Думаю, надо возвращаться, нельзя еще пока потухать. Пару моментов было, как он вроде бы хотел выйти на болевой. Ты вроде бы сначала такой, знаешь, оставался в гарде, а потом сразу... Не, братик, я знал, ты что, я же... Не было соблазна. Да, не, братик. И вот, что я говорил. Это так, блядь, для шоу было, для отвода глаза. Ки, братик, он, блядь, там спец вообще. Я как почувствовал, ножки начал закидывать. Чувствую, я понял, капли на меня закидывает. Я с этой ямки сразу... Братик, не хотел ошибаться. Мистер Чадри тебя вот после боя назвал лучшим тяжеловесом планеты. Считаешь ли ты себя таковым? Если мы возьмем, знаешь, вот там, Джонс UFC, Томас Пинал временный в UFC, Женя Гончаров в UFC... Братик, я знаю, шпуха, не буду этого кидать на себя. Пока я с ними не встретился, ну, как я могу сказать? И они как могут сказать? Мы просто хорошие бойцы все. Мы все хорошие бойцы, которые, когда встретятся, я уверен, дадут большое шоу, дадут людям искры. А кто лучший, кто худший? Это вот ребята там будут писать в комментариях потом. И шок я, или я нормально побился, Джонни Джонс. Посмотрим, братик. Но я считаю себя неплохим бойцом. Я знаю себя кем считаю? Вообще неплохим работником этой сферы. Я качаю бой до выхода. Представляешь, сколько энергии мне это стоит? Это на камеру кажется так легко, но потом я прихожу, и я понимаю, что дыридер ходит. Слово не говорит и копит энергию, а я везде хожу там. Вот видел, я сейчас со всеми, братик, пофотался. Я уделил всем время. После боя я уделил всем время. Я говорю, ты должен, братик, работать. И босс, поэтому я получаю такие деньги. Огромные деньги. Сейчас уже больше 50 миллионов заработал. Да, братик, какие 50? Я заработал очень большие деньги. Поэтому такое отношение, братик. Когда ты любишь лигу, и ты именно в ней работаешь, ты понимаешь, что это твоя работа, что ты должен отдавать, давать здесь, рисковать. Ты понимаешь, что когда бои плохие, и на тебе большая ставка должен выйти, ты можешь даже, я не знаю, упасть, встать, чтобы люди, ну, вот так. Ты должен дарить эмоцию. Эмоцию, риск. И за это люди тебе будут, только за риск тебе будут платить. На пресс-конференции видел, у тебя даже чуть на моменте проступили слезы. Расскажи, что в голове всплыло. Братик, да что всплыло? Бро, просто, ой, я не ожидал, что смогу, вот так моя семья сможет вообще вот так жить, бро. Я тебе про что говорил, что мы свободны. А теперь мой отец, моя бабушка, мой сын уже обеспечен, я думаю, очень хорошо там. Я смогу подарить ему хорошее будущее. Он, блядь, будет учиться в хорошей школе. Не как я в 12-й там учился и пока шел, блядь, до школы, подрался 5 раз. Там деньги держал, чтобы поесть в столовой, блядь. Он может в хорошей школе поучиться, выучить английский. Не как я, блядь, шоколадный панкейкчик, панкейк шоколадный. Нормально говорить. Братик, все делаю для них. Я здесь. Мы здесь, братик, как я тебе сказал, тени и пыль. Как сегодня фильм, ты слышал? Максимус, тени и пыль, блядь. Так что, летс гоу. Братки, блядь, до конца идем. Скоро у нас большой фильм выйдет, поэтому ждите. Очень большой, братик. Четыре-три дня своей жизни на меня потратил. Мы в космос улетаем. Братик, блядь. Все, поехали. Братик, блядь.